МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем говорит статистика? Больная любовь. В Беларуси завершилась акция «Дом без насилия». Стараемся как-нибудь профилактическую работу с ними провести, побеседовать, наставить на путь. Как противостоять агрессору? Мейкап для города. В Бабруйске прошел городской субботник. Приложим все усилия для того, чтобы город стал чище. Где стал чище? Жертвы Холокоста, затонувший паром и публичные высказывания. Владимир Путин подписал указ об усилении ответственности за оскорбление ветеранов войны, что угрозит нарушителю. История без будущего. Наркотики были и, к сожалению, остаются самой острой проблемой современного общества. Дурман губит не только судьбы взрослых, но и несовершеннолетний. Главный вопрос, как этому противостоять. С подробностями Максим Кембель. Я Кирилл Заур. А что с тобой случилось, Кирилл? Я курнул чуть-чуть вообще. Смешно и весело, но это только на первый взгляд. Формула наркотического наслаждения губительна. Деньги, кайф, тюрьма, а зачастую смерть. История без будущего. Эту проблему нужно решать. Сообща. Бобруйск вновь стал дискуссионной площадкой. На повестке борьба с наркотиками. В конференц-зале представители различных ведомств. Образование, медицина, МВД. Без раскачиваний. Сразу к делу. Несовершеннолетние. И здесь эпидемия коронавируса сыграла свою отрицательную роль. У детей стало больше свободного времени, родители заняты работой и другими делами. Чем живет их чадо, с кем общается. Зачастую этот вопрос остается без ответа. Поэтому мы сейчас перестраиваем вектор этой работы. Поэтому мы здесь. И мы услышали сегодня то, что действительно понимание есть. И работа в этом направлении велась. Но сейчас эта работа будет просто усилена и вестись более активно. Именно с родительским потенциалом. Переформатируют работу и в сфере образования на всех уровнях. От дошкольного до высшего. Распространение наркотиков вещь прибыльная как раз на финансовую наживку и попадаются несовершеннолетние. И от такого улова страдают как дети, так и их родители. Если молодой человек как-то уже уходит с поля зрения образования, то как родитель он видит своих детей. И сейчас, когда время информационных технологий, когда молодежь уходит в интернет, эта работа меняется. И мы ищем новые формы работы именно для того, чтобы как можно больше круг людей вовлечь в эту профилактическую деятельность. Как известно, на войне все средства хороши. А борьба с наркотиками – это война. Поэтому задействованы все рычаги. Беседы на предприятиях, видеоролики, путовые радио, встречи правоохранителей с учащимися. Битва за разум людей вышла на новый уровень. Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели. Тарифная цитровать, месторождение нефти и возобновление рейсов. Поезда из Минска в Санкт-Петербург будут ходить чаще, какой график. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Долгосрочный прогноз по изменению тарифов на услуги ЖКХ, транспортной перевозки и обучения на платной основе – все это теперь в открытом доступе. Март обнародовал так называемую «тарифную тетрадь» на этот год. Решения об изменении цен будут принимать с учетом экономической ситуации в стране и инфляции, а также на основе роста доходов людей. Понятный и доступный механизм тарифной политики – это требования президента. В стране найдено новое месторождение нефти – в центральной зоне Припятского прогиба в Реческом районе. По предварительной оценке, геологические запасы находятся на глубине 4,5 километров и могут составить 600 тысяч тонн. Результатом испытаний нефтеперспективных отложений ожидают получить здесь фонтанный приток черного золота. В Беларуси продолжается подготовка по внедрению биометрических документов. Их ведут с 1 сентября. Это позволит автоматизировать процедуру идентификации личности и упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы. Обязательная замена при этом не предусмотрена. Сохранится и возможность выезда за рубеж по действующим паспортам. Минимальные пороговые баллы ЦТ останутся такими же, как и в прошлом году. Это означает, что по белорусскому и русскому языкам нужно будет набрать хотя бы 10 баллов. По физике, математике, биологии и химии – 15. По истории, обществоведению иностранным языкам и географии – как минимум 20 баллов. Напомним, ранее Минобразование опубликовало график централизованного тестирования. Первое испытание по белорусскому языку пройдет 16 июня. Минск и Санкт-Петербург возобновляют железнодорожное сообщение. Со вторника поезда будут ходить ежедневно. Кроме того, увеличивается количество рейсов и до Москвы. А с 27 апреля из белорусской столицы можно будет уехать в Адлер. На первоначальном этапе состав будет курсировать раз в 4 дня. Горе от ума. Белорусы продолжают садиться нетрезвыми за руль. Бобруйские госавтоинспекторы задержали более полусотни водителей под градусом. И это только за три месяца 2021-го. О преступлении и наказании Виктория Полевко. Запах алтеголя, негнятная речь. Я не... Что? Потреблялись? Нет. Это не кадры из американского триллера, а белорусские реалии. Только в прошлом году на дорогах страны задержаны 18 541 пьяноводители. Повторно на антиподвиг пошли 944 человека. Как итог, 115 погибших и 389 пострадавших. Всему вина безрассудства и алкоголь. Утро, 9 марта. Агреградок Кавали. Водитель школьного автобуса после празднования Международного женского дня садится за руль. Транспорт останавливает инспектор ГАИ. При проверке документа выясняется, что мужчина пьян. Освидетельствование показывает наличие 1,38 промиль алкоголя. Мне скажите, вы вчера праздник отмечали до сколько? Немножко было. Ну, потому что у вас состояние, смотрю. Вид у вас... Так, ну, надо проехать. Запах забыть у вас. Поэтому... Я вас отстраняю от управления. В 2020-м только в Бобруйске задержано 379 гореводителей. По их войне пострадали два человека. За три месяца этого года наряды ДПС остановили уже свыше полусотни нетрезвых. Исходя из цифр статистики, несложно сосчитать, сколько трагедий удалось предотвратить инспекторам на дороге. Из машины выходим. Хорошо. Включись, да. Из машины. Делайте глубокий вдох. Сколько? Полторашка. Полторашка? Блин, парни. Я готов понести, блин, наказание. С 1 марта в Беларуси ужесточили наказание для пьяных водителей. Согласно новому административному кодексу, к ответственности привлекаются те, кто сел за руль под градусом впервые. Теперь все зависит от степени опьянения. До 0,8 промилле включительно предусмотрена административная ответственность в размере 100 базовых личин с лишением определенного права сроком на 3 года. От 0,8 промилле предусмотрена административная ответственность в размере 200 базовых личин с лишением права управления сроком на 5 лет. Изменилась ответственность и за повторную пьяную езду в течение года. Максимальный срок лишения прав до 8 лет. За ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть, либо тяжкое телесное повреждение, виновнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Нельзя пьяным за руль садиться. Как вы считаете, в нашей стране достаточно меры пресечения для предотвращения этого? Ну, видимо, нет, раз пьяными ездят, надо еще больше. Чтобы люди знали, что нельзя пьяными за руль садиться. Это и опасно, но неправильно. Такие водители, их вообще сразу лишать на больше, чем предусмотрена, допустим, градация. Потому что, сколько показывают, пьяный водитель, он не один раз уже попадал, и это уже, как говорится, система. Как вы относитесь к нетрезвому вождению? Ужасно отношусь. У меня свое двое детей, и ездят всегда на бустерах, и ужасно категорично. Лишать прав хоть-то на всю жизнь. Если выпил, извини, вот есть Яндекс.Такси дешевое, подъехал, проехал, и не подвергать риску ни на дороге, ни себя, ни пешеходов. Выпил, здоровь не садись. Этот лозунг на разных языках звучит по-разному. Да и у каждого государства свои методы борьбы с пьянством за рулем. Кто-то применяет к применившемуся физическую силу, а кто-то карает штрафом до 30 тысяч долларов. Несмотря на это, остается извечным вопрос. Какие именно меры придадут значение человеческой жизни? Виктория Полевко, Максим Галеонко. Итоги недели. Частота в доме – залог отличного настроения и хорошего самочувствия. А в городе – повод выйти на прогулку и провести время на свежем воздухе. В Бавруйске прошел городской субботник. Где навели марафет, подробности далее. 9 утра. Мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев-киселевичах. Здесь за грабли и мешки взялись депутаты, представители предприятий и организаций города. Фронт работы и территория вокруг комплекса. В ход идут мусор и прошлогодние листва. Основная задача, конечно же, привести в порядок вот этот мемориал, который находится в Киселевичах. Ну и чтобы привлечь внимание всех жителей города Бавруйск к тому, что необходимо поучаствовать в уборке города, навести порядок. В преддверии Великого праздника Победы мы все вместе с предприятиями, администрация, депутаты, приложим все усилия для того, чтобы город стал чище, красивее и чтобы нашим людям было приятно ходить по нашему городу. Следующая локация – территория братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами. Повод у представителей общественных организаций не менее важный – высадка аллеи Рябин. Сначала были выкопаны ямы, их надо было полить, потом поставить ровно дерево, закопать его и закрепить двумя веревками с штырями. Акция также приурочена к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается сегодня по всей стране. Молодые деревья станут ярким напоминанием и символом мира, которые будут нести память через года. Каждое это дерево, а их высаживают на сегодняшний день миллионы, это каждый погибший узник. И вот мы за этими деревьями будем ухаживать, чтобы они выросли большие и останется в память о них. Чувствую радость. Радость, исходя из того, что собралось много столько общественных объединений. Что вместе с нами, людьми уже, как я говорю, уже вот мы такого возраста крепкого, да, с нами молодежь, с нами дети. И вот эта, значит, радость от того, что мы посадили, и дай Бог, чтобы это вот все выросло. Прошла уборка и территории Бобруйской крепости возле женского монастыря святых жен Мироносец. Желание сделать любимый город чище не связано с возрастом или родом деятельности. Помочь Бобруйску может каждый. Напомним, республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля. Половину всех заработанных средств направят Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Оставшиеся средства останутся в распоряжении облсполкомов. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Шоппинг по-новому. В Беларуси вступили в силу измененные правила продажи одежды и обуви. Нововведения коснулись секонд-хендов, а в Бобруйске их порядка 20. Как изменилась работа магазинов с одеждой БУ? Ольга Васенда выслушала обе стороны. Покупатель Виталий примеряет фирменную рубашку. Одеваться в секонд-хенде, уверен молодой человек, дело абсолютно не постыдное. Главное преимущество для него – цена. Найти такую новую вещь за 5 рублей просто нереально. Всего одна стирка и сорочка пополняет гардероб. С такими ценами, говорит парень, джемпера и брюки можно менять хоть как перчатки. Есть много классной одежды. Как бренда, я не знаю, но то, что она стилевая, просто, это классно. То, что, ну, свой стиль просто создаешь. За последние 4 года объем везенного в Беларуси секонд-хенда вырос до 48,5 тонны. Это больше, чем вдвое превышает количество сырья, которое перерабатывают швейные и текстильные предприятия страны вместе взятые. Представитель концерна «Беллехпром» не раз заявляла о неравных условиях конкуренции, аргументируя тем, что почти 70% товаров, представленных в таких магазинах, – это новые вещи с этикетками. Под маркой бывших в употреблении изделий, которые не облагаются возными пошлинами, в Беларусь поступала стоковая, то есть совершенно новая одежда. Это негативно отразилось на эффективности отечественных предприятий швейной отрасли. Как итог, со 2 апреля секонд-хенды могут торговать только одеждой БУ. У нас не было и нет новой одежды, поэтому никак не повлияли эти изменения на нашу работу. Мы торгуем вещами, бывшими в употреблении. Есть товар класса люкс, он с меньшим износом, более дорогие брендовые вещи, так что выбор по цене и качеству хороший. По новым правилам в одном торговом объекте теперь нельзя продавать бывшие в употреблении и новые меховые изделия – обувь, швейную и трикотажную одежду. Исключение – бельевая продукция. Под БУ подразумевают товар с видимыми признаками носки, стирки и эксплуатации. В их число также вхозят вещи надлежащего качества, но без этикеток. 5 рублей, 20 рублей. В вопросах стиля и одежды сойтись во мнениях практически невозможно. Но взглянуть на существующее предложение все же стоит. Только в Бобруйске одежду белорусского производства предлагают свыше 30 магазинов. Модели, ткани и фасон, пожалуй, на любой вкус. Цена соответствует качеству у нас. У нас можно приобрести маечки от 11 рублей, спортивные, из хлопка, с добавлением, например, 5% полостана, как бы, по доступным ценам. Для наших потребителей очень часто проходят акции разноплановые. Сейчас, на данный момент, как вы видите, у нас проходят акции 1 плюс 1. То есть 2 единички берете, третья у нас будет в подарок. Однако конечную оценку дает потребитель. И мнения покупателей здесь расходятся. Дискуссия входит в чат. Очень мне нравится нижнее белье, которое производит наш белорусский производитель. Что касается одежды бывшего употребления, как в магазинах Second Hand, я могу рассмотреть такие варианты, как верхняя одежда, какое-то пальто, куртка, может быть, даже кожаные изделия, потому что они по доступной цене. Но в основном придерживаюсь, конечно, новой одежды, которая продается в наших белорусских магазинах. Я не считаю, что покупать одежду – это плохо, потому что там бывают очень классные вещи иногда. Ну и сама я часто хожу туда, смотрю вещи, и покупаю это там одежды, где здесь. Я считаю, что лучше покупать новую одежду. Пусть ее будет меньше, но она будет новой и будет более комфортно сидеть по тебе. Она не будет там с катышками где-то, с какими-то недочетами. То есть, ну, новая одежда все-таки она твоя. Приобретать новую одежду или бывшую в употреблении – решать покупателю. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но взять на заметку все-таки стоит. Новые правила в Second Hand уже в работе. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Важнее всего погода в доме. Однако, если намечается шторм, стоит прибегнуть к помощи специалистов. В Беларуси завершилась республиканская акция «Дом без насилия» о нездоровой любви Карина Гуревич. Как показывает жизнь, пословица о том, что милые бронятся, только тешатся, не всегда правдива. Зачастую семейный скандал заканчивается настоящей трагедией. Сегодня это разбитая посуда, а завтра ножевое. Причиной тому не раз становился алкоголь. Жертвы домашнего насилия, как правило, женщины. Кто-то распускает руки, а кто-то предпочитает психологический прессинг. Страдают не только жены, но и матеря. Часто опыты берут? Часто. Работать работает? Нет, не работает. Нет. А сын второй работает? Нет. Все живут, замыщут. Одна я пенсионерка, плачу. А второй сын где? Где-то гуляет, не знаю. А он тоже с вами, да, проживает? С одной. В одной из квартир этой многоэтажки практически каждое застолье заканчивается вызовом милиции. С одной стороны, предстает картина любящего мужа и заботливого отца. С другой – дебошира под градусом. Мужчина говорит, мол, и сам не рад своему поведению. Всему виной слабость к крепким напиткам. А семейный скандал у вас происходит только когда алкоголь попадаете? Или когда не пьется, тоже происходит всему скандал у вас? Ну, как вам сказать? По-разному. Ну, надо, наверное, прекратить это уже, правда? Вы же уже не молодой мужчина, верно? Живете хорошо, прилично в квартире. День рождения, вот, наверное, был недавно. Да. Предотвратить беду. Именно такая задача стоит у правоохранителей. Акция «Дом без насилия» охватила все уголки страны. В рамках этого мероприятия мы посещаем семьи, где ранее происходили семейные скандалы. Стараемся как-нибудь профилактическую работу с ними провести, побеседовать, наставить на путь. Ежегодно только в Могилевской области регистрируют 12 тысяч сообщений о семейно-бытовых конфликтах. Практически каждый второй, совершивший насилие, привлекается к административной ответственности. Результаты этой деятельности правоохранительного ворона является то, что у нас, могу сказать, следующие цифры. За первый квартал 2021 года произошло снижение убийств с 5 до 2 в городе Бобруйске и умышленных тяжких телесных вырождений с 11 до 3. Безнаказанность – мощный фактор, который провоцирует насилие. Если вы стали жертвой домашнего агрессора, звоните по телефону 102. Помните, бьет – не значит любит. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Захват Капитолия, оскорбление ветеранов и пропавшие без вести в Бангладеш затонул паром. Как продвигаются поиски? Далее обзор громких мировых заголовков. Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. За публичное предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 миллионов российских рублей. Будет наказание из-за распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, в том числе через СМИ и интернет. При этом предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов. Паром с пассажирами затонул в Бангладеш. На борту находились более 50 человек. Столкновение произошло с грузовым судном. Из-за сложных погодных условий и волнений на реке к поискам пострадавших приступили не сразу. Спасти удалось лишь 11 человек. Остальные пропали без вести. Сообщается, что паром был значительно переполнен. Люди спешили вернуться домой в преддверии недельного локдауна, который начался в Бангладеш из-за всплеска новых случаев COVID-19. Усиление патрулирования и дополнительные меры безопасности. После очередной стрельбы Капитолию США стянули силы спецопераций. По предварительным данным, 25-летний американец попытался протаранить пропускной пункт правительственного здания, а после напал с ножом на одного из полицейских. В этот момент его застрелили. Погиб и правоохранитель. Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста. В 10 утра 8 апреля на территории страны остановился весь транспорт. Была объявлена минута молчания. Также прошли мероприятия, посвященные памяти 6 миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. В Иерусалиме состоялась церемония, во время которой зачитали имена евреев, жертв Холокоста. Букингемский дворец скорбит по принцу Филиппу. Супруг британской королевы скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. В феврале он попал в больницу из-за плохого самочувствия. В марте Филипп успешно перенес операцию на сердце. Но в пятницу королевская семья публиковала трагическую новость. Муж Елизаветы Второй всего два месяца не дожил до своего столетия и две недели до дня рождения супруги. 21 апреля королеве исполнится 95 лет. В браке они провели 73 года, у них четверо детей. Такими уходящиеся мне увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова